Ролик, снятый британской сетью магазинов, приуроченный к Рождеству, рассказывает о девочке Лили, которая находит на Луне через телескоп одинокого пожилого человека. Героиня видео пыталась передать привет человеку на Луне, однако все ее попытки неудачные. Но в Рождество ей удалось сделать дедушке подарок. Забота – это то, что действительно важно, особенно в преддверии новогодних праздников. Это эмоциональный социальный ролик с глубоким смыслом рассказывает об актуальной повсеместной проблеме пожилых, одиноких людей. 33-летний экстремал из США Колин О'Брейди первым в истории в одиночку за 54 дня прошел на лыжах через всю Антарктику, а это полторы тысячи километров. Сделал он это для того, чтобы выйти из зоны комфорта и бросить вызов своему телу и подсознанию. Все это время он тащил за собой 170 килограммов снаряжения, а также боролся со своими страхами. Колин признался, что в пути ему помогали мысли о родных, медитации и красота природы. Мы же добавим, что если вы хотите выйти из зоны комфорта, не обязательно действовать так же. Это опасно для здоровья и жизни. Художница из Турции Элиф Сахин рисует такие крутые иллюзии, что вы перестанете доверять своим глазам. Ее работы ломают мозг. Свои работы в стиле гиперреализм девушка начала рисовать два года назад. В итоге ее творчество обзавелось целой армией поклонников. А вот художник Жюльен Нанон создал проект, с помощью которого надеется привлечь внимание молодого поколения к проблеме исчезновения животных. При помощи проектора на горах появляются плачущие животные. Перед этим парень сам нарисовал обитателей этих мест, которые покинули свою среду из-за вмешательства человека. Рождественская иллюминация в Лондоне мерцает в такт с пульсом малыша, который перенес сложнейшую операцию на сердце. Сделали такой подарок сотрудники Британского благотворительного фонда. С помощью специального оборудования они измерили и записали сердцебиение мальчика. Потом синхронизировали его с рождественскими огнями, украшающими одну из улиц Лондона. По словам родителей, когда они увидели иллюминацию, то не смогли сдержать слез. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире восьмого канала. Дмитрий Беломеснов, Новости на восьмом. Дмитрий Беломеснов, Новости на восьмом.